Восьмикратно приветствую ищущих и мыслящих! С вами Александр Шадов, Осьминог Бесконечности, и сегодня мы будем спорить с дедом. С дедом, ну то есть с Боярышниковым, да, известный персонаж. Если честно, я считаю его умным человеком достаточно, но вот не все умные люди разбираются во всех, в общем-то, вещах. И сейчас мы посмотрим, какие невероятные фейлы, в общем-то, допускает вот этот прекрасный человек. Поехали! В мое время говорили про физиков и лириков. Теперь язык стал точнее, и ныне говорят про технорей или технократов. Ну, как вы поняли, будет сравнение, в общем-то, гуманитариев и технорей. Довольно классическая тема для умственно отсталых. Ну, Боярышников не умственно отсталых, но тема действительно для умственно отсталых, к сожалению. И он нам сейчас полностью покажет, что он в ней совершенно не разбирается. И гуманитариев. Обычно в этих разговорах технори выглядят в диапазоне от мрачноватых отшельников до мрачных чудовищ, изобретающих средства для массового истребления людей, думающих о том, как бы разрушить хрупкую экосистему нашего космического дома планеты. Да, на самом деле-то, он сейчас несет какую-то чепуху. Начнем, по крайней мере, с того, что зарплаты так называемых технорей находятся, ну, значительно выше зарплаты гуманитария. В среднем, вот, намного выше. Если в России там какой-нибудь гуманитарий, в будущем случае, 50 тысяч получает, хороший, очень качественный гуманитарий, еще профессор даже, наверное, гуманитарных, ну, 50 тысяч, ну, вот вышка, молодец, добился успеха, пришел, в общем-то, пришел к успеху парень, старался, молодец. То инженеры могут получать от 70 до 100 тысяч и даже до 200. Ну, нормально, да, общество так оценивает гуманитариев и технорей, конечно же. Очень, очень не любят технорей и считают их все такими вот, такими глупыми, такими вот плохими и злыми. Нет, на самом деле, такого нет. Наоборот, перевес-то идет больше в техническую сторону, потому что технори приносят физическую пользу. Все, все, вот, 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 как бы, вот этот вот критерий уже формирует мнение общества о том, что технори лучше гуманитариев. И именно технори думают, что они лучше гуманитариев, вообще-то. Как бы, то есть, я понимаю, что Боярышникову уже, там, миллиард лет, и он вообще не понимает ничего в этих трендах и в том, что происходит вообще в общественности. И почему технори ведут себя, как высокомерные ублюдки, унижая гуманитариев, и почему гуманитари это терпят, и обычно ничего против технорей не говорят. Ну, потому что, ну, технори понимают, что они ничего полезного не делают. Ну, чисто вот так вот, с точки зрения науки. Да, гуманитарии не делают ничего физически полезного. Технори делают много физически полезного. И гуманитарии это чаще всего признают, вообще-то. То есть, вот проблема у Боярышникова ниоткуда выдумана. Ну, здесь ее просто, в принципе, ну, ее нет. Ее нет, он просто что-то придумал. До земля. А к гуманитариям отводится другая часть спектра, в которой на одном краю отшельники, думающие о благе всех нас, а на другом просветленные личности, которым открыта суть вещей. Давайте попробуем разобраться в том, что гуманитария – это искусноеды и филологи, которые занимаются хернями по большей части. И ни о каком благе человечества обычно речь не идет. То есть, все обычно понимают, ну, вот, нам интересна литература, допустим. Мы берем филологию и изучаем литературу. Никакого блага всего и всего нет. Это, по-моему, все образованные люди, по-моему, понимают, как бы. Ну, да, для того, чтобы мы исследовали искусство, нам нужны искусствоведы, конечно же. В чем вообще вот этот противоречий, я не могу понять. Ну, давайте продолжим, смотреть, как старый дядька, в общем-то, очень старый и очень умный, ведет себя как 15-летний слентяй, который хочет поступить в университет, в общем-то, физики. Побраться, чему человечество обязано физикам, то есть технократам, а чем оно обязано гуманитариям. Чарльз Дарвин, кстати, да, по образованию он гуманитарий, богослов. Богослов, понимаете, богослов-гуманитарий. Что? Что? Это по какому делению богословие считается, ну, во-первых, наукой считается? Ну, по-средневековому, наверное. Ну, сколько времени-то прошло? Может быть, ну, боярышников с того самого времени живет и думает, что богословие – наука. Ну, вряд ли, наверное, все-таки. Какой-то чушь, во-первых, спорол. Во-вторых, метод. Метод исследования гуманитарных наук отличается от теологии и богословия. На самом деле физические науки к богословию значительно ближе. Ну, их богословия к теологии. Вот такой вот философской теологии, где изучаются какие-то метафизические вещи. Физика и метафизика, вот их методы, они, хоть и со скрипом, они, но ближе друг к другу, чем гуманитарные методы к методам, в общем-то, чистого богословия. Потому что вопросы метафизики связаны с вопросами физики. Потому что метафизики в том числе разбираются различные законы. Закон Божий, который как-то связан с законами природы. Происходят различные связи. Что-то существует, что-то не существует. В общем-то, теология в том числе эти вопросы разбирает. И в этом смысле методологически она ближе, к сожалению, к физике. Я понимаю, что это может быть сюрприз. И вообще трактовать богословие как науку, ну, крайне странно. Тем более, как гуманитарную еще куда страннее. Ну, потрясающе. Замечательно. Дошел до гипотезы происхождения видов путем естественного отбора в борьбе за место на жизненном пространстве. Это здорово продвинуло биологическую науку. На базе этой гипотезы стали развиваться новые отрасли в биологии. Стала понятнее палеонтологическая летопись нашей планеты. Ну, много чего. Даже для поисков полезных ископаемых технари используют палеонтологию. А вот один чистый гуманитарий, художник... Вот главный метод, понимаете. Давайте-ка покажем всех худших гуманитариев. Там, ну, прием на тех, кто изобрел гуманизм. Хотя там, ну, тоже чистых таких гуманитариев не было. Ну, философы в основном были. Философы не гуманитарии. Философские духи не гуманитарные по методу. Они вообще совершенно отличаются от гуманитарного спектра наук. А, ну да. Философы иногда занимаются гуманитарными вопросами. И в эпоху возрождения, да, был гуманизм. А что насчет политики? Ну, политика-то, наверное, плохо-то, да? Но тоже философы над ней поработали. Ну, наверное, Бояршников считают философов гуманитариями. Но вот, почему мы не приводим, в общем-то, лучших людей из спектра, в общем-то, гуманитарных наук? И почему мы какого-то Адольфа Гитлера, который никак не был образован с точки зрения гуманитарных наук, вдруг как-то причиняется к гуманитариям? Нифига себе, он же художник, понимаете? Художник. А какое отношение художники имеют к гуманитарным наукам? Вопрос. Никакого. Никакого. Вот произведение, вот творение художников, да, это предмет исследования гуманитарных наук. Но сами художники не являются гуманитарными, тем более учеными. То есть, они вообще занимаются ремеслом, как бы. А в этом смысле они ближе к инженерам каким-нибудь, к медикам. Да кому угодно, кто занимается какой-либо практикой. В общем-то, эти люди занимаются очень утонченным ремеслом. Да, или, например, человек, не знаю, играет на скрипке. Он гуманитарий? Он исследует какие-то явления гуманитарными методами? Да, по-моему, нет, не следует. В общем-то, жизнь вот этого человека больше похожа, там, не знаю, на жизнь какого-нибудь заводского рабочего. Только, ну, более утонченная, более тонкая работа его ожидает. А что гуманитарного в том, что вот Адольф Гитлер, ну, да, рисовал? С гуманитарной точки зрения можно физику разбирать, в том числе. С гуманитарной точки зрения можно, не знаю. А, да, как физика влияет на человека? Вот. Это гуманитарный вопрос, который решается гуманитарными методами. Получается, физика это тоже гуманитарная наука? Нет, понимаете, не получается. Так же не получается с Адольфом Гитлером, который рисовал. Рисование не является ни наукой, ни гуманитарной наукой при этом. Да, но при этом, конечно же, конечно же, искусствоведы, конечно, изучают произведения вот тех людей, которые рисуют. Потому что это часть материальной культуры. Вот здесь все просто, но почему-то бояршников этого не знают. Не испорченный лишним образованием. Не испорченный лишним образованием, но он при этом, да, гуманитарий почему-то. На базе эволюционного учения принял и развил теорию о высших и низших породах людей. Исходя из гуманитарных своих взглядов, он решил помочь нашей матушке природе очиститься от всякого хлама. Уничтожить душевно больных и те человеческие особи, что принадлежат к низшим породам, низшим расам. Так получился Холокост. Чисто гуманитарное создание. Абсолютно, абсолютно гуманитарное. Супер, да. А печи кто изобрел, например? А ядерные бомбы кто для немцев пытался сделать? Гуманитарии, наверное, пытались сделать, да? Автоматы изобретали. Тоже гуманитарии. Ну, абсолютно чисто гуманитарное. А, еще гуманитарии, конечно же, занимались вот той самой биологией, на базе которой, в общем-то, в итоге развивалось арийское вот это вот учение. То есть, ну, были же определенные немцы, ученые, которые, видимо, по классификации Боярышникова относятся к так называемым технарям, которые как раз разрабатывали российскую вот эту вот теорию, российскую биологию. Чисто гуманитарное, да. Абсолютно гуманитарное. И танки гуманитарии делали, конечно же. Конечно, абсолютно гуманитарная проблема. А святые технари никак не связаны с Холокостом. Вообще никак. Еще пришлось увеличивать жизненное пространство на Востоке. Опять тоже гуманитарный подход. Ну да, опять тоже гуманитарный подход. Вы просто смотрите, вот он сейчас несет абсолютные глупости. Я понимаю, что человек в этой теме, ну, наверное, вообще не пытался даже разобраться. У него какие-то с советских времен остались там лирики, физики, вот это вот деление, но оно дурацкое. Оно абсолютно дурацкое. Да, пусть занимался бы он своей вот, в общем-то, физикой, добивался бы каких-то результатов и оценивал результаты других, и было бы хорошо. А сейчас он просто, дядька, говорит глупости, мы просто, ну, должны их разобрать, потому что дальше возникнет колоссальная путаница. А вот плод деятельности других гуманитариев. Они основ... Ой, ой-ой-ой-ой-ой, какие же у нас гуманитарии, посмотрите-ка. С одной стороны у нас Карл Маркс, который, с одной стороны, ну, как бы философ. Философия, опять же, не гуманитарная наука, потому что она, раз, не имеет предмета гуманитарных наук, два, не всегда пользуется методами гуманитарных наук. Ах, это первый пункт. Второй пункт. Экономика. Карл Маркс экономист, ну, своеобразный, наверное, такой экономист, но интересный человек, при этом написал большую книжку, там несколько томов капитала. Вопрос. Экономические науки являются гуманитарной? Нет. Это общественные науки, у них свой метод. Это науки, связанные прежде всего со статистикой, в том числе математикой. Вопрос, да, опять же. Как искусствоведы связаны с экономистами? Можно ли их обоих назвать гуманитариями? Карл Маркс, вообще-то, гуманитарной проблематикой интересовался не так уж и сильно. Если не считать, конечно же, историю, если не считать историю гуманитарными науками, но история тоже своеобразный спектр наук. История не посвящена жизни одного человека и творчеству одного человека. История довольно-таки странный предмет с точки зрения методологии, вообще-то. От других наук тоже очень сильно отличается. Если мы судим по методологии, кто у нас там гуманитарий, кто не гуманитарий, история, очень странная наука и очень трудно классифицировать вообще-то. А с другой стороны у нас Ленин. Ленин, если не ошибаюсь, по образованию юрист. А юриспруденция это гуманитарная наука? Нет. Тоже нет. Это тоже общественная наука как бы. Два чистых гуманитария, которые и не писали особо о гуманитарной проблематике Ленина, но тоже был просвещен философии. Разбирал философские вопросы. Разбирал вопросы материи, физики в том числе. Физики, химии. У него большое количество произведений, посвященных данным темам. Чистый гуманитарий, говорит нам Боярышников. Да вы серьезно, вы серьезно, вы посмотрите, вы у Ленина поищите работу об искусстве сначала. Их мало, я не знаю, я их вообще не видел. Я сталкивался с его разборами физики, химии, экономики, да всего чего угодно. Истории, метафизики, физики, да, уже физику повторял. Ну вот всего, всего чего угодно, только вот все, это все что угодно не касалось гуманитарной проблематики вообще. Может быть, ну это не самые популярные его работы. Может быть, я с ними как бы, ну, не смог ознакомиться. Ну, просто, просто у Ленина и у Карла Маркса не доминирует гуманитарная проблематика в принципе. Чистые гуманитарии, да? Дед, успокойся, пожалуйста. Дедушка, ну не надо глупости говорить. ...новывались на трех важнейших своих источниках. Английская политическая экономия с ее... Ой, политика-то еще тоже, наверное, гуманитарная наука-то, да? Нет, опять нет. Опять нет, понимаете, общественная наука, у которой тоже свой метод как бы. Неловко, неловко, понимаете, неловко смотреть это видео. Потому что деление на технические и гуманитарные науки, оно глупое в корне. То, что вот у нас есть там техники, которые что-то изобретают, есть физики, есть там химики, биологи. Это люди с разными методами вообще-то. И с разными направленностями. Например, инженер, он не открывает ничего. Ой, господи, ничего себе, какая тайна. Его цель, в общем-то, создать нечто, что будет работать. С другой стороны, есть какие-нибудь физики, которые разрабатывают теории, например. Пытаются узнать, как устроен мир. В общем-то, инженер смотрит в сторону практики, а физик смотрит в сторону истины. Вот физик пытается открыть правду, истину, как все устроено на самом деле. А инженеру плевать на все это по преимуществу. Это и не его профессиональная сфера. Его профессиональная сфера, в общем-то, заниматься практикой. Это вот тоже два абсолютно разных человека с точки зрения методологии. С точки зрения методологии своей профессиональной деятельности. И вот боярщиков относят их к одному виду, понимаете. Это вот, оказывается, технари. 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 Вот просто вот технари. А еще есть биологи, которые не так уж сильно математикой пользуются, как могли бы. Как физики это делают. Но никто не пользуется математикой так сильно, как это делают физики вообще-то. Но вы понимаете, разница метода колосс... Ну, есть. Есть уже внутри. Ну, допустим. Но, допустим, у нас есть физика, химия, биология. Все, что не прикладное и фундаментальное. Все, что касается теории, все, что пытается раскрыть там некоторые истины мира. То, как мир устроен, это науки. Это теоретические науки. Это науки, которые имеют, ну, общие положения там своего метода. Они основываются на одних и тех же принципах, так скажем. Но потом все равно метод разветвляется, конечно же. И получается, что разные ученые делают разные вещи. Даже в естественном спектре наук. Но есть математические науки. Есть точные науки, вроде логики. А логики вообще философы как бы занимаются. Это тоже не гуманитарная сфера, между прочим. А есть еще, в общем-то, практика. Да, чистая практика, в которой люди вообще не занимаются познанием. Вы понимаете? Вы говорите, нет. Они как бы, да, не познают вот те теории, которые создают физики. Но они сами целенаправленно не пытаются создавать свои теории. Вот. Философы занимаются созданием своих теорий. А гуманитарии, ну, те, кто ученые-гуманитарии, конечно же, занимаются созданием своих теорий. Физики занимаются созданием своих теорий. Инженеры не занимаются созданием своих теорий. Разные методы, разные подходы к исследованию, вообще к жизни. В общем-то, к всему, что только можно. Ах, боярышников, боярышников, как плохо. Двойка, двойка, просто двойка. и трудовой стоимости классической немецкой философии с ее идеей непрерывного развития и французском утопическом социализме и ничто из этого не касается гуманитарной проблематики вот все три пункта это не гуманитария вавшим к справедливости в подлунном мире опираясь на эти источники они пришли к выводу что есть прогрессивные и реакционные класса нужно помочь экономическим законам исправить положение без помощи партии нового типа партии солнечного затмения это я использую словечка ленина а так вот без этой партии природа экономическая сама не справилась значит нужно ей помочь уничтожив реакционный класса когда у нас продолжали править гуманитарии вынуждены опереться на технарей без технарей был нельзя вдруг за океанский гуманитарий на кнопку нажмут да начнем по крайней мере с того что многие политики не имеют а в общем-то научных степеней это обыватели есть как бы еще и обыватели наверное люди которые не гуманитарии технарии естественно испытателей люди не занимающиеся в общем то серьезно какими-то реальными проблемами не занимаешься и респруденции например либо политической наукой не занимающиеся не политикой самой по себе этого а именно политической наукой они не занимаются между политической наукой и вот некоторые из них да действительно попадает в правительство вопрос вопрос какого черта мы их называем чистыми гуманитария быть это настолько поверхностно и дурацкое деление что ну вот слушать как взрослый дядя очень взрослый дядя и довольно умный дядя между прочим вещает такие дец детский лебед такой говорит ну вот просто не знаю отвратительно это кринж троллинг так вот тогда появился фильм михаила рома 9 дней одного года это примерно 60 год там есть такая сцена два физика сидят в ресторане и умно так разговаривают одного физики теоретика играет анакентий смоктуновский а а в образе другого физика экспериментатора живет баталов теоретики вещает придумали двигатель внутреннего сгорания англичане создали танк открыла наука деление урана сделали атомную бомбу потом еще что-то про ядовитые газы говорят вот мрачный отшельник джеймс клерк максвилл придумал уравнение связывающие между собой электрическое и магнитное поле магнитное поле это вот магнитики на холодильнике или стрелка компаса а электрическое поле это когда потрешь его волосы пластмассовую авторучку от ней бумажки и пушинки прилипают еще платье синтетической ткани пух всякий липнет ну знаете да так вот максвилл написал дифференциальное уравнение в частных производных связывающие четыре вектора напряженность магнитного поля индукция магнитного поля напряженность электрического поля индукция электрического поля четыре вектора у каждого вектора три проекции на 3 оси x y и z то есть всего трижды 4 12 неизвестных функций каждый из которых зависит от 4 независимых переменных 3 пространственных и время 4 перемен другой мрачный ученый генрих герц забавно создание формулы но не пояснили как она применяет но применение уверен очень даже такой полезная хорошая ну никто не говорит что так называемые техники максвилла труда на чисто таким технарем герц тоже почти все известные великие ученые но они не были текут технарилами это естество испытатели это хорошие это умные думающие люди чаще всего которые в общем-то досконально исследовали вопросы которыми они занимались если мы конечно попытаемся вот так вот взять вот разделить всех исследователей вот тупо на два типа вообще никак не это вообще никак не получается это ну просто невозможно даже современное деление которое включает себя множество различных ответвлений но она тоже не справляется историю куда-то надо поместить психологии дела обстоят трудно потому что психология нередко претендует в общем-то название чуть ли не естественной науки когда-ка когда-ка смотря что исследуют а проблем в делении наук просто колоссально выяснил что у этих уравнений есть частное решение волновое представляете оказывается может распространяться электромагнитная волна вот эти вот два поля магнитная магнитики на холодильнике электрическая пух прилипший чулкам в них может распространяться волна вот так вот до перпендикулярно друг другу колеблется мне вектор электрического и магнитного полей чудно так генрих герц собрал тогда на своем столе экспериментальную установочку сгенерировал термогнитную волну и тут же зарегистрировал ее написал об этом статью бесполезно все это конечно но он как мир-то устроен вот подишь ты прошло еще немного времени у нас в россии профессора попов у него был большой стол ведь россии страна огромных просторов и с одного конца стола на другой попов передал телеграфом электромагнитными волнами по радио то есть первые два слова генри герц теперь уже больше ста световых лет это с морзянка пролетела в космосе извещая все миры о том что на земле началась эпоха радио первое практическое применение радио получила на российском императорском военном флоте его использовали для спасения людей стерпящего бедствия корабля если бы не радио это изобретение техновей люди погибли бы и не их них потомков не было бы на земле получилось бы такая все расширяющаяся просека вроде человеческом а если бы технари не изобрели ядерную бомбу то может быть жители двух городов киросина и нагасаки тоже бы произвели в общем-то потомство и тогда у нас не было такой вот просеки как бы может быть может быть да почему то мы приводим лучшие примеры из науки там с какой технически допустим и худшие примеры из гуманитарной а смысл понятно что пользу приносят люди практики приносят пользу медики лечат инженеры что-то изобретают арки создают какие-то в общем то вещи которые используются нами в жизни а естественно испытатели что-то открывают и как-то трактуют опыт и преподносит его в общем то людям которые что-то могут с этим опытом сделать а также у нас есть гуманитарии которые исследуют исследуют культуру а культура нам нужно наверное тоже нужно ну понятно что вот все спектры вот этих наук они более-менее нужны а история нужно но я не считаю историю гуманитарной наукой наукой вообще но в принципе она все равно нужно а потому что истории очень специфический метод просто один из самых специфических научных методов которые можно себе представить в исторических наук так вот а что у нас еще есть есть общественные науки которые изучают общество и законы например юриспруденция хороший пример социология отличный пример это тоже своеобразные науки совершенно своеобразными методами экономика тоже социальная наука изучает как вот в общем то у нас работает экономика мировая в обществе непосредственно совершенно другой метод люди математикой преимущественно занимаются там серьезно же все приносит какую-то пользу пользу либо физическую вроде радио военную пользу да пусть даже ракеты убивают их целый города разрушает но тоже своеобразная польза если можно так вырыться для военных это определенно польза конечно а есть люди которые культурой занимаются не все из них гитлеры между прочим и гитлер не был ученым не был ученым и не был признанным художником даже не был интересно это все интересно но мы просто с разделениями наук надо работать очень тонко с разделениями особенно человеческого мышления и с разделением конечно методов которыми пользуются определенные группы людей если мы просто возьмем так и поделим всех на две категории что у нас получится или берда абсолютная чепуха вот сравните те расходы тяжело мне представить что умный человек вот боярышников взял всю жизнь всю жизнь думал что существуют физики какие-то и лирики абстрактные физики и лирики физики и лирики у нас либо физики либо лирики все люди по-другому не делятся надо пересматривать в общем-то свои мнения потому что сейчас он просто бред какой-то рассказывается нет конечно безусловно про максова интересно помена царь интересно пропобала интересно вот вся вот эта вот тройка вот самокупность вот этих вот открытий вместе взятых дает очень интересное эта история получилась дефисительно боль Pierce от радио и и больное конечно же познавательной есть от открытия엔 максова и герца безусловно чисто познавательнаяnea польза это уже даже вот просто то узнали либо сделали вид что узнали и нам это кажется интересным да это тоже полезно в некотором смысле чем вообще-то проблема разделения вот этих непонятных водящиеся просеки вроде человеческом что прорубили в холокост времена развернутым строительство социализма начальник был с незаконченной семинаре гумани особенно те необразованные гуманитарии которые входили в партии не имели вообще никакого образования даже школьные там три класса у некоторых было вот эти гуманитарии конечно же все сделали видите какая тупость у нас есть физики а все остальные типа гуманитарии что-то не так в этом делении по моему мне кажется что то вот совсем здесь радикально не так гуманитарий а перед ним юрист экстернат закончивший в казани но так и не работал по специальности кстати сравните с теми несостоявшимися благодаря научным разработкам просекам сколько людей радиус послов а ядерный магнитный резонанс на котором построены современные томографы скольким людям помогает продлить жизнь гуманитарии конечно сразу заговорят про атомные бомбы порох и прочие вещи но применяют их гуманитарии да конечно боже мой военные это же военные образцы прям вообще гуманитарные там просто сидят искусствовед майор искусствоведов к вашим услугам я всю жизнь изучал литературу достоевского теперь я хочу убивать людей да прекрасно вообще совершенно совершенно деление никаких в общем-то подозрений даже нет том что она может оказаться неверным а вообще-то ядерная ракета это очень мощная штука и очень пугающая вообще-то штука мы можем поставить на одну чашу весов с одной стороны медицинские какие-то открытия до миллионы жизни миллиарды можно спасти радио может спасти там не знаю сотни тысяч жизни там еще не на интернет много жизни может спасти а с другой стороны ядерное оружие которое может все эти жизни уничтожить как бы вот равносильно понимаете вот она нам предлагают вот вам с одной стороны вот практика и вот практика эта практика хорошо вам сделать продлит вашу жизнь это практика уничтожит все что вам дорого и вас самих прах вас просто разотрет от замечательно давайте-ка не будем говорить про ядерное оружие потому что технари не любят когда кто-то говорит про ядерное оружие все любят когда говорят о том какая наука хорошая замечательная как много хороших вещей она делает а ядерные ракеты и не только ядерные вообще-то много ракет существует химическое оружие тоже существует да плевать гуманитарий всем этим пользуются мы просто создаем оружие которым можно убивать миллионы ерунда кто бы мог им воспользоваться непонятно неизвестно даже ведь конечно же наверное ядерную ракету собирались использовать для того чтобы принести всем абсолютное благо да да на всей планете поэтому поэтому великие технари создали ее добряки добряки наивные добряки которые в общем-то не понимают вообще вообще как в мире обстоять дела наивные дурачки такие прям детская наивность смотрите большинство глав государств чистые гуманитарии чистые гуманитарии прям вообще абсолютно чистые а это они принимают решение применение оружия проблема в том что они просто никто чистое никто в лучшем случае самом лучшем случае это представители общественных наук вот в лучшем случае действительно когда человек имеет социологическое образование политичка политологическое образование либо юридическое образование то есть это человек ну либо экономическое образование то То есть человек, разбирающийся в общественных науках и умеющий, в общем-то, общаться с обществом, умеющий, в общем-то, взаимодействовать с обществом и знает, какие проблемы общества, каким образом получаются статистические данные, каким образом проводятся статистические опросы, каким образом получаются экономические данные и как считать различные, в общем-то, показатели. А вот этот человек, он вообще ни капли не гуманитарий. Это в лучшем случае, понимаете, это самый лучший политик, которого можно в современном мире представить. Вот он вот такой. Вот он такой, и он разбирается в социальных науках, в общественных, то есть. И это не гуманитарные науки. Вот вообще не чистые гуманитарные науки метод совсем другой. И подход к исследованию совершенно другой. Чистые. Но это только... Чистые. Вот чистые. Хотя гуманитария это вообще никак не отдастся. До свидания как бы. В том смысле, что не затронуто естественным научным образованием. А-а-а. Ну то есть, все, что не затронуто естественным научным образованием, а все как бы типа вот гуманитарное. М-м-м. М-м. Как интересно. А-а-а. Что же сделать с этим, конечно же. М-м-м. А все, наверное, люди, которые затронуты естественно научным образованием, они делают какие-то очень важные открытия. Да. Ну Максвелл, Герц, какой-нибудь дворник Семен, который закончил инженерный, допустим. Да. Вот он тоже очень полезен обществу. Мы почему-то привели какие-то примеры величайших, в общем-то, представителей вот того самого легендарного крыла. А есть же ныне значимые представители. Вот если дворник Семен, который постоянно бухает, но зато знает некоторые формулы физики, вот если вот этот человек будет управлять государством, будет, наверное, лучше. Наверное. Не знаю. Ну, боярышников, понимаете, он в каком-то своем физическом вакууме живет. Он окружен вакуумом, а где-то только одна физика, наверное. Не забудьте еще, что инфизиторы тоже с гуманитарным образованием. Ой, вот это богословие, да прям гуманитарное образование. Да, с учетом того, что оно возникло до того, как появились именно гуманитарные науки. И они не занимались, ну, то есть богословы не занимались гуманитарной проблематикой. Ммм, потрясающе. Ну, это же замечательно. Это же так прекрасно. Инквизиторы, конечно, они гуманитарными науками занимались просто целыми днями. Понимаете? Просто читали, читали, не знаю, ну, гиблю читали, да. Все, наверное. Молодцы, замечательно. А уж религиозные фанатики действуют на основе того, что они послушали в речах или прочитали в трудах других гуманитариев. Других, понимаете, религиозные фанатики. И других гуманитариев. И прочие тупые люди, как бы. Вот какое деление у Боярышникова. Ну, понимаете, это же отвратительно. Ну, это довольно отвратительно. Человек, судя по всему, не имеет никаких представлений о социальных науках. Об истории не особо, в общем-то, имеет представление. Я не уверен, что он имеет представление о медицине, например, тоже в том числе. И о многих других практических науках, которые, ну, не особо связаны с физикой. Напрямую не связаны с физикой, так скажем. Да, медицина, там, обдров, там, все такое-такое, да. Но это все равно немножко другое, получается, и методологически, и по степени, в общем-то, проживания. Ну, я думаю, человек просто вот плохо. Плохо разбирается в этих темах. И вот он взял, объединил все, как бы, все хорошее, все доброе в технарях. А все плохое, все злое, в общем-то, оставил гуманитария. Ну, замечательно. А давайте смотреть, с точки зрения общественных наук, сколько жизней не только, вот, как бы, уничтожили в войнах, допустим, в политике, а сколько они спасли. Ну, то есть, политическое же устройство, оно нужно не для того, чтобы уничтожать жизни, а для того, чтобы спасать их. Ну, даже Сталин, даже Ленин спасли много людей, так скажем. Ну, по крайней мере, если бы эти люди остались без управления в каком-нибудь капитализме, они бы сдохли, скорее всего. А в системе, даже вот не самой совершенной системе, они жили. Даже их расстреливали, они не расстрелялись все, как бы. Не так уж, в общем-то, это было и плохо. То есть, вред, который причиняли Сталин, Ленин, они как-то все-таки немножко компенсировали. И вживаемость, в общем-то, в Советском Союзе была приемлемая. И вот товарищ Боярышников, между прочим, тоже живой человек до сих пор. Почему его не расстреляли, непонятно. Ну, видно, что он какой-то неправоверный коммунист. Непонятно, почему он до сих пор не расстрелял, как бы. А он все вот гадости говорит про Ленина, Маркса. Как же не стыдно ему. Еще гуманитариями их обзывает. Хотя эти люди, ну, вообще не связаны с гуманитарным дискурсом. Странно. Богословов. А богословы особо гуманитарные персонажи. Только непонятно, почему у богословов вообще свой метод. У них своя методология. Ну, ладно, гуманитарные. Почему? Все, что не нравится Боярышку, все гуманитарные. Да. Такая взрослая позиция. Настоящего прекрасного физика, который уже много лет прожил. И который много-много всего знает. Вот замечательно. Это же так прекрасно. Сегодня фильм хороший. Это настолько наивно. Я понимаю, когда 15-летний, 20-летний, 25-летний инженеры какие-нибудь физики говорят такую тупость. Ну, не обязаны люди во всем этом разбираться. Да даже Боярышников не обязаны. Ну, все-таки он не тупой же человек. Он уже не тупой. Он достаточно умный и достаточно начитанный. Он с большим количеством людей и с разными мировоззрениями общался. Как можно, пообщавшись с таким количеством людей, имея при этом хорошие интеллектуальные способности, говорить такую чушь, непонятно. Я вспомяну, не злым тихим словом, 9 дней одного года. Там при разговоре двух физиков присутствовал еще один персонаж. Лёля. Вообще, она тоже физик. Ее играл Татьяна Евгеньевна Лаврова. Эта Лёля мне очень даже по душе всегда. Я ее очень люблю. В том фильме есть такая сцена. Лёля провожает теоретика в Домодедове на самолет. И так аккуратно и вдумчиво целует. Только у меня, когда я это вижу, сразу приступ ревности. Ревнует, значит, люблю. Подписывайтесь на мой блог. Ладно. Все, мы разобрали, я думаю, эту проблему. Ну, технарии, они у них большие проблемы чаще всего. Особенно у образованнейшего, в общем, человека в сфере, в общем-то, физики. Вот у этого, у боярышника. У него колоссальные проблемы с пониманием того, как функционируют вообще другие спектры наук. И как функционирует человеческое мышление, в принципе. И какие методы вообще исследования существуют. Какие предметы исследования существуют. Это он делит всех на людей, которые занимаются тем же, чем и он. Вот я занимаюсь физикой, значит, есть физики. А есть лирики, которые занимаются всем остальным. Гитлер не занимался физикой, значит, он лирик. Сталин не занимался физикой, значит он лирик. Хотя занимался. А Ленин не занимался физикой, значит он лирик. Хотя тоже занимался. Какая-то ерунда получается. Восьмикратно с вами прощаюсь и желаю понимания. Уважайте все науки и сомневайтесь в ней. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok